Мир волшебства и чудес. Большой московский цирк представил в минувшие выходные в новой программе «На грани экстрима». Воздушные акробаты, клоуны, дрессированные хорьки и собаки, отчаянные джигиты, на резвых скокунах и смелые канатоходцы. Разносился по цирку и рев моторов. Уже на первых минутах представления многие зрители буквально затаили дыхание, не только из-за сложности номера, но и от его красоты. Очарование на трибунах сменилось смехом. Его подарил клоун Андрей и его дрессированные хорьки. Говорят, эти мелкие хищники не поддаются дрессуре и боятся высоты. Но только не в этом цирке. Если надо, и ковер размотают, и по жердочкам пробегут, и песенку спалят. В этот вечер зрители также стали свидетелями детективной истории, вроде злодея шимпанзе Марго. Она была ловко прикинулась убитой, но избежать правосудия не удалось. Не меньше восторг у зрителей вызвала собачья академия. Четвероногие друзья демонстрировали не только свои физические и творческие возможности, но также знания из области географии и математики. И тут же зрители снова заставляют полуноваться. Юный эквилибрист на моноцикле, выполняющий сложный трюк, затем рискующий своей жизнью джигиты. Бесконечно хлопаем, свистим, топаем, радуемся. Очень все красиво. Мне понравилось, как на лошадях скакали всадники. Мне это впечатлило больше всего то, что собака сказала «мама». И вот сердца зрителей замерли. Полностью облаченный в мешок артист идет по канату под куполом цирка. Это и есть грань экстрима. Завершают двухчасовое представление также джигиты, но оседлавшие железных скакунов. Премьера программы «На грани экстрима» в Челнах прошла на ура. Давать представление артисты будут по три раза в неделю. В четверг, субботу и воскресенье. И так до 12 августа. Елена Портнова, Андрей Песлаков, РЕН-ТВ, Набережная Челны.